доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день четверг 18 января и начнем наш разбор как всегда с пары евро доллар вчера уже концу торговой сессии евро доллар смог закрепиться ниже минимальных значений которые мы видели 16 января а именно отметка 121 99 что в рамках часового таймфрейма может быть признаком начала коррекционного нисходящего движения по данной паре которая может дойти до отметки 1 20 и затем уже вновь возобновить рост поэтому на текущий момент по паре евро доллар как начинается коррекционное движение отмена данного сценария произойдет в том случае если мы увидим закрепление выше максимальных значений которые мы видели вчера на отметке 1 23 22 тогда уже вероятно рост до отметки 1 25 вновь возобновится но пока мы этого не видим евро доллар находится в коррекционном нисходящем движении а пара британский фунт американский доллар продолжает свое восходящее движение вчера обновили локальный максимум доходили до отметки 139 41 восходящее движение сохраняется ближайшие цели следующий уже находится отметка 140 80 ну а ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме который был зафиксирован вчера в области 13756 ближайший разворотный уровень после преодоления которого уже мы можем ожидать коррекционно нисходящее движение по данному активу а пара американский доллар канадский доллар вчера очень активно реагировала на те данные которые были фундаментального характера мы обновили и максимальное значение за 16 января и минимальное что пока не дает нам определенности по продолжению движения в рамках число таймфрейма пока тенденция нисходящая сохраняется но для подтверждения направления нам нужно увидеть закрепление либо ниже минимальной значение которому дели вчера на отметке 1.23 1.23 63 либо 1.25 35 максимум который был зафиксирован вчера пока пара будет торговаться в рамках этого диапазона тенденция у нас идет на боковая пара американский доллар японская иена вчера концу торговой сессии также смогла закрепиться выше максимальное значение которое мы видели 16 января что в свою очередь нас переводит в фазу коррекционного восходящего движения и на текущий момент мы можем ожидать уже пары американский доллар японская иена на отметке 112 и 113 возврат к продажам а значит и продолжение нисходящего тренда уже будет актуально после обновления минимальной значения которое мы видели вчера на отметке 110 18 пока на текущий момент коррекция сохраняется а пара австралийский доллар американский доллар продолжает свое восходящее движение вчера также обновляли локальный максимум доходили уже до отметки 0 80 22 тенденция на укрепление сохраняется ближайший разворотный уровень можем отметить на минимале значениях которые мы видели на этой неделе отметка 79 39 минимум который был вчера и позавчера пара евро фунт вчера смогла закрепиться ниже минимальный значение который мы видели 16 января это отметка 88 62 что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент переходит в фазу снижения цели по данному снижению находились как раз на отметке 88 08 где мы и торгуемся сейчас преодоление данного уровня уже откроет дорогу на снижение в область 87 46 следующий уровень возврат к покупкам по данной паре мы будем отслеживать после преодоления максимальной значения котором видели вчера на отметке 8907 золото уходит в коррекцию вчера закрепились ниже минимальный значение который мы видели 16 января торгуемся вблизи уже отметки 1325 долларов за тройскую улицу следующая цель по нисходящему движение это уже уйти ниже отметки 1324 и затем уже пойти на 1309 возврат покупкам по данному активу мы будем ожидать после преодоления максимальной значения вчерашнего дня отметка 1343 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает корректироваться, нисходящее движение в рамках часового таймфрейма сохраняется, и следующая цель – это обновление минимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 68.75, ну а дальше уже можем скорректироваться до отметки 67.15. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 69.78, а закрепление за данным уровнем уже откроет предпосылки для роста в область 70.55 и далее уже на 71.68. По индексу DAX на текущий момент тенденция коррекционно-нисходящая сохраняется. Следующая цель – это движение ниже отметки 13136, минимум, который был зафиксирован вчера, ну и далее уже на 12814. Возврат к покупкам по данной паре мы будем ожидать после преодоления максимальных значений вчерашнего дня, отметка 13259. Ну и биткоин на текущий момент коррекция сохраняется. Ближайший разворотный уровень для уже возобновления покупок, который мы сможем отслеживать по данному инструменту, это отметка 11836, максимум, который был зафиксирован вчера. Если биткоин сможет закрепиться выше этого уровня, то мы можем ожидать уже завершения коррекционного нисходящего движения, которое у нас было практически от 20 тысяч долларов за один биткоин, и дошли мы до отметки 9168, минимум, который был зафиксирован вчера. Но пока мы торгуемся ниже данного уровня, коррекция по биткоину также сохраняется. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня и напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok